И сегодня у нас очередной, по-моему, очередной вебинар, посвященный циклу лечения рака яичников. И сегодня, на мой взгляд, я надеюсь, на наш обоюдный взгляд, Светлана Викторовна и с коллегами, самый такой интересный, он практически, когда мы будем вращать сложные вопросы, трудности. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Многие уже знают, как пользоваться этой системой. У вас есть чат, но он для таких коротких, наверное, не вопросов больше, а комментариев. Есть звук, нет звука и так далее. Всем добрый день, кто ответил. И есть у вас вопросы, где вы можете их писать в процессе лекции, обсуждений, и мы будем их потом обсуждать после, наверное, каждой лекции, да, после каждого обсуждения. Итак, еще у нас есть голосование. Дабы потренировать, как мы помним, пользоваться им, попробуем ответить на тест-вопрос. Так, сейчас я попробую вспомнить. Так, а я себе где-то распечатала вопросы, и, естественно, их уже потеряла. Итак, первый вопрос тестовый у нас, как работает система. Скажите, пожалуйста, когда празднуется День работников скорой медицинской помощи, потому что это актуально. Итак, у нас есть с вами три варианта ответа. Итак, пожалуйста, голосуйте 27 апреля, то есть вчера, сегодня, 28 апреля, через месяц, 28 мая, или с учетом нынешней ситуации мы можем праздновать каждый день. Пожалуйста, голосуйте, мы посмотрим, как у нас это работает все. Так. Так, коллеги, активнее смотрим, исходя из числа подключившихся. Еще, наверное, должна прийти блок из ответивших. Ну, давайте завершаем голосование. Так, я вам должна его сейчас показать всем. Итак, ну, большинство считает, что мы празднуем этот день сегодня. И действительно, это так. 28 апреля сегодня день работников скорой помощи, которые нам активно помогают в нынешней ситуации, в борьбе наших близких родственников, друзей, знакомых и коллег, в борьбе с COVID. А самое смешное, что этот праздник неофициальный. Его хотят только сейчас сделать официально. Итак, теперь переезжаем к презентации. Обратно. Так, мышку я включаю. Итак, вначале мы с вами обсудим... А, вот у нас ответ на вопрос, все верно. А теперь мы с вами обсудим клинический случай. И потом поговорим, как могло бы быть с учетом современной действительности, а не так, как это было ранее. Итак, у нас с вами есть пациентка Х, 50 лет. У нее есть семейный анамнез, он утягощен по матери раком молочной железы. И поставили в 2015 году, в феврале, увеличенный яичник 6 на 8 сантиметров. И по месту жительства выполнили диагностическую лапароскопию. Взяли биопсию брюшины. Вот что поставили гистологи, исходя из отчета диагностической лапароскопии. Что пациентки рак яичников не видят измененную брюшину, то есть брюшина не изменена, в большом сальнике очаги до 3 сантиметров, есть асцит, и ставят гистологический диагноз аденокарцинолом. Дальше пациентка была направлена в онкологический научный центр, тогда еще РОНС имени Блохина. При дообследовании выявили не очень высокое повышение маркера СЕ-125. Гастроскопию сделали, колоноскопию без патологии, без вырастаний. И пациентка у нас переходит к хирургическому этапу лечения. 30 марта 2015 года ей выполняется экстерпация матки с придатками, удаляется большой сальник, выполняет тазовую лимфоаденоктомию, биопсию брюшины, и с учетом, что уходят без остаточной опухоли, устанавливается внутрибрюшинный порт, так как в 2015 году еще у нас продолжался набор по исследованию внутрибрюшинной терапии. Таким образом, у пациентки первичная полная циторедукция, гистологический диагноз – серозная аденокарцинома яичника, низкодисференцированная, или же 3, соответственно, high-grade, с поражением сальника и брюшины с микрометастазами по брюшине. В смывах, а смывы не брали, но здесь и так понятно, Т3С и Н0М0. Если у вас, Светлана Викторовна, какие-то вопросы возникают по пути, вы можете прокомментировать. Здесь у меня будет, что можно комментировать. Так, дальше у нас вопрос. Так, вопрос номер... Я включаю голосование и вам буду читать. Значит, выберите схему лечения первой линии больной после первичной полной циторедукции. У нас есть с вами стандартный вариант поклитоксела и карбоплотина внутривенно каждые 3 недели. Поклитоксела плюс карбоплотин. Выбирайте. Поклитоксела и карбоплотин плюс бевоцинзума внутривенно. Нет, что каждые 3 недели. Поклитоксела и цисплотина внутривенно и внутривенно. И поклитоксела и карбоплотина внутривенно еженедельно. Но у нас уже была подсказка, как мы это будем делать, а как вы в своей рутинной практике, наверное, так правильнее будет сказать, чтобы вы назначили больную или хотели бы назначить больную. Вот, Светлана Викторовна, что бы вы сделали? Вернулась к вам? Так, я вернулась, но у меня слетело голосование. Так, слетело голосование. Оно, наверное, ну ладно, пропустим. Я не знаю, почему оно слетело, но не суть. В общем, понятно, что можно использовать все режимы, кроме режима поплитоксил, карбоплотин, биоцезумаб, потому что биоцезумаб используется при плохом прогнозе у пациентов с остаточной опухолью при третьей стадии. У нас остаточной опухоли не было, поэтому биоцезумаб не стоит использовать. А дальше уже выбор каждого. Я думаю, что большинство выбрали стандартный режим поплитоксил, карбоплотин внутривенно каждые три недели. То это будет абсолютно правильный вариант. Еженедельные введения факта лекарма чаще всего для пожилого возраста ослабленных. Да, ну и внутригрюшенная терапия как опция. Она, естественно, имеет место быть. Поэтому, кто хочет заниматься этой методикой, пожалуйста. Итак, с нашей пациенткой мы провели внутригрюшенную химиотерапию по тому режиму, который мы делаем с 2009 года в онкоцентре. Это поплитоксил 135 мг на метр квадратный в первый день. Цисплотин внутригрюшина во второй день в стандартной дозе. И доза поплитоксила 60 мг на метр квадратный внутригрюшина на восьмой день еще также вводится. Вот такое у нас шашечкой получается введение. Мы видим, что мы начали на маркере 43, закончили на маркере 20. Он не снизился до меньше 10 единиц, к сожалению, что хотелось бы и ожидаемо. Остался на 20. И в тот момент был доступен ПЦР-тест на мутацию BRCA1.2, и мутация не была выявлена. Таким образом, пациентка у нас с вами уходит под динамическое наблюдение. Что, как всегда в практике, что у нас произошло, однако чудес на свете не бывает. Мы закончили химиотерапию в августе 2015 года, и в октябре 2016 года, то есть через 14 месяцев, пациентка у нас запрогрессировала. То есть светлый промежуток, мы здесь с вами видим, составил у нас с вами 14 месяцев, а время без прогрессирования, то есть добавлением химиотерапии, у нас этот интервал получается 18,5 месяцев. У нас также не был маркерный рецидив, маркер составил 39 единиц, а это были множественные высыпания опухолевочей гипогрюшины по капсуле печени. Ну, мы говорим о том, что если посмотрим на наши данные, то мы видим, что мы вписываемся, в принципе, в рамки вот этой времени без прогрессирования. Верхняя красненькая кривая – это время без прогрессирования при первичной полной циторедукции медиана составляет 19,7 месяцев. У пациентов с чагами до сантиметра около 16 у нас получалась эта цифра. И совсем низкая при неоптимальной циторедукции мы видим, что все-таки есть какое-то плато. Пациенты, которые адекватно, хорошо прооперированы на первом этапе, то у них может быть достигнута длительная ремиссия. Ну, в принципе, эта пациентка укладывается в наши интервалы. Если мы говорим об интервьющенной терапии, то здесь вот у нас получилось чуть меньше, чем для больных с полной циторедукцией. Да, если по нашим данным получается для больных с полной циторедукцией – это все-таки цифры около 30 месяцев, то у нас получилось все-таки в большую сторону тенденции пациентов с остаточными чагами до сантиметра. Хотя из 12,8 месяцев медиана, по нашим данным, хотя на момент ревизии и на момент контрольных обследований после операции остаточных очагов хирурги не видели, но и мы по контрольным обследованиям тоже. Итак, соответственно, следующий вопрос у нас с вами – что нам делать, чем лечить? Да, уходим на вопрос номер 2. Так, я надеюсь, что он у меня не сорвется. Начинаем голосование, я вам его буду читать. Какой режим химиотерапии второй линии при платиночувствительном рецидиве вы обычно используете? Это платина, ну, понятно, поклитоксил, карбоплотин, цисплотин плюс неплатиновая производная, там, например, гемстабин, доксур, рубицин и так далее. Поклитоксил плюс неплатиновая производная, и вы добавите к нему Бево-Цизумаб. Вы, несмотря ни на что, к платине, неплатиновому производному добавите аллопарид в поддерживающем режиме после лечения. Или вы начнете лечить таких больных с неплатиновой комбинацией. Коллеги, пожалуйста, голосуйте. Сейчас мы спросим Светлану Викторовну после этого. Светлана Викторовна, вы бы что делали? Я бы назначила платину, сейчас, с неплатиновым и с аллопаридом. То есть, для больных без мутации. Без мутации. Но вы имеете право... Имею. В 2013 году пока. В тот момент? Почему? В тот момент? Да, в тот момент нет. Но мы сейчас говорим. Вот мы-то сейчас находимся. Ну, сейчас можно было бы, да. Ну, вот вы бы что выбрали обычно? А вот, допустим, я бы обычно в реалиях выбрала платину, не платину и производная. Либо гемзар, либо азок с рубицами. Угу. Так. Мы бы тоже. Что-то в Биоцузумаб не добавляли? Нет. Ну, вот смотрите, как ответили наши коллеги. А коллеги наши добавляют в большинстве случаев в Биоцузумаб. Что, в принципе, согласовано с инструкцией. Светлана Викторовна, вы почему не добавляли в Биоцузумаб? Ну, Биоцузумаб, я его больше люблю при резисентных рецидивах. Вот. Есть, в принципе, платиночувствительные рецидивы, конечно, можно добавить. Оно, да, оно никак не ограничено. С другой стороны, там прибавка, сколько, 3 или 4 месяца по времени без прогрессирования и отсутствие, как и по продолжительности, иногда, да, ограничивает и хочется его использовать при рецидиве. Итак, это наши с вами ответы, то есть большинство все-таки забивают в Биоцузумаб. Но если у вас есть эта возможность, у нас, например, в федеральных центрах не всегда есть такая возможность, поэтому мы используем платиную, не платиновую производную. Но у этой больной, сейчас я вернусь, у нас такая возможность была. Так, я потерялась в это. Возвернулась. Мы назначили, как и выбрали все. Так, это варианты режимов, понятно. Как и выбрали все, учитывая, что диссеминация погрушения была, задавить очаги погрушения, мы назначили карбоплотин с генцитабином и с Биоцузумабом. Помним, что при комбинации карбо-гема у нас карбо-аут-4, генцитабин первый-восьмой день. И мы видим, что маркер у нас уже достигает цифр меньше десяти на использовании этой комбинации с Биоцузумабом. Хотя уже, когда мы используем Биоцузумаб, не всегда можно ориентироваться на маркер. Достигаем полного эффекта. И еще у нас идет поддерживающая терапия Биоцузумабом. Каждые три недели еще восемь введений. Но чудес не бывает. Мы видим с вами прогрессирование болезни в августе 2017 года. Таким образом, светлый промежуток у нас составил 6 месяцев. Время без прогрессирования 10,5 месяцев. Что также соответствует данным исследования Оушенс, потому что этот режим, соответственно, это режим исследования Оушенс. Третья фаза по изучению Биоцузумаба при платных чувствительных рецидивах. Что никак, в принципе, не отличается от полученных результатов. Сейчас мы еще посмотрим на эти данные. И мы видим с вами прогрессирование уже локальное. По брюшине ничего не было. Были метастазы в забрюшине лимфатические узлы на уровне L2 и L3 позвонков. И метастаз в селезенке. Вот здесь этот вопрос очень был дискутабельный. У нас тогда организовалась группа по лечению рецидивов. И мы все... Светлана Викторовна тоже была, как я помню, когда мы обсуждали эту пациентку. И обсуждали, выполняет ли ей циторедукцию или не выполняет ли ей циторедукцию. Формально у нее был платиночувствительный рецидив и локальное прогрессирование. Хотя до этого она прогрессировала с диссеминацией погрешений. И это, возможно, было неудалимо. Но мы тогда приняли решение, что мы будем ее оперировать. И хирурги взялись. И в сентябре 2017 года выполнили ей забрюшинную лимфоденоктомию, поставив диагноз полная циторедукция. Однако, если быть честными и правильными, будем говорить как есть. Очаг в селезенке был внутри. И когда проводили ревизию брюшной полости, брюшную полость оценили, она была чистой и про селезенку, видимо, забыли. Потому что, когда пациентка попала в руки к химиотерапевтам, оказалось, что по данным ультразвукового исследования у нас наблюдается очаг в селезенке 3 см. Вот здесь встает вопрос, что, зная его заранее, наверное, не стоило бы оперировать больной, оставляя у нее очаги. Потому что, как мы знаем, все циторедукции по поводу рецидива должны быть у нас полными. Но мы, пациентки, провели третью линию. Опять мы поняли, что рецидив платиночувствительный. Мы добавляем, берем новый препарат оксалиплатин, добавляем доксорубицин и проводим химиотерапию 6 курсов с достижением полного эффекта. Что важно? Вот посмотрите. Как раз в этот момент у нас было доступно секвенирование, бесплатное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2. И мы, сделав этот тест, нам пришел результат, что у пациентки есть патогенная мутация в гене BRCA2, 52-32, дуплет CT. И, безусловно, вот это важный еще раз показатель того, что ПЦР не всегда достаточен для тестирования. И если есть такая возможность, что нужно делать секвенирование. Исходя из этих данных, мы, естественно, с вами видим, что у нас больная с пациенток чувствительным рецидивом рака яичников, с мутацией BRCA2, получившая платиносодержащую химиотерапию с достижением эффекта, в данном случае полный эффект на лечении и регистрированный препарат, естественно, мы назначаем парк-ингибитор аллопарит в поддерживающем лечении. И вот смотрите, что получается. Мы меняем с вами биологию болезни таким образом. Мы видим с вами, что на фоне приема аллопариба в капсулах стандартной газировки, при платиночувствительном рецидиве, уже светлый промежуток у нас не 14 месяцев, не 6 месяцев, а 20 месяцев. И время без прогрессирования 24 месяца. И вот мы говорим о том, что очень важен фактор BRCA2, мутации BRCA2, потому что это еще один прогностический фактор для наших пациентов, потому что мы можем с вами поменять светлый промежуток. И в сентябре 2019 года у пациентки регистрируется очаг в селезенке, он опять появляется там. То есть вот эта старая песня о главном. Мы делаем ЕПЭТ-КТ, это единственное проявление болезни, которое светится по данным ПЭТ-КТ. И вот вопрос стоит, что вы делали с вами? Я бы рассмотрела вопрос об удалении. Ну да, мы тоже так подумали, хотя это дискутабельно, это надо обсуждать, и решили его удалить. А так, у меня вопрос три. Подождите, а, я не должна была рассказывать, что мы делаем. Я должна была спросить, что мы все делаем. Давайте проголосуем. Так, какая тактика, на ваш взгляд, наиболее оптимальна при наличии одного метастаза, олигометастаза при рецидиве рака яичника? Это хирургическое лечение, химиотерапия, продолжить аллопарив, хирургическое лечение и продолжить аллопарив, хирургическое лечение, химиотерапия и возобновить прием аллопарива. Ну вот сейчас посмотрим, как коллеги проголосуют. Так, большинство у нас, я уже вижу, за хирургическое лечение аллопарив. Ну что, давайте будем завершать. Сейчас я вам буду показывать. Так, показать всем. Итак, большинство коллег у нас проголосовало за хирургическое лечение с продолжением аллопарива. И часть пациентов, хирургических, часть врачей, я прошу прощения, коллег, за хирургическое лечение, химиотерапию и аллопарив. И два респондента хирургического лечения и химиотерапия. В принципе, на самом деле, считается, что если бы это было клиническое исследование, то мы бы говорили о прекращении, о хирургическом лечении, о химиотерапии. Но в данном случае этот вопрос очень дискутабельный. Мы задавали многим экспертам международным, что бы они делали. И они как раз говорят о том, что если это олигометастаз с длительным приемом, то хирургическое лечение и, возможно, продолжить терапию аллопаривом. Вот что мы с вами и сделали. Мы выполнили, хирурги выполнили в октябре 2019 года спленоктомию. Как они сказали, это была полная циторедукция. Вопрос о химиотерапии, нужна она или не нужна, он открыт, потому что, безусловно, обычно после операции по поводу рецидива мы проводим химиотерапию. Но здесь, учитывая, что это старый очаг, он находился внутри селезенки, по брюшине было все чисто. Пациентка активная, она сама не была направлена на проведение химиотерапевтического лечения. Мы решили продолжить парк-ингибитор. И вот на сегодняшний день уже прошло почти полгода. Мы возобновили в ноябре 2019 лапарив, и она уже почти полгода его принимает. У нее был контроль в марте, перед карантином, эпидемией коронавируса, и в начале марта. И все было хорошо, признаков болезни не было. Таким образом, мы видим, что пациентка у нас сейчас находится без химиотерапевтического лечения уже 31 месяц, больше 2,5 лет. И, безусловно, вот если мы с вами посмотрим на судьбу нашей больной, на сегодняшний день она продолжительность жизни составляет 60 месяцев. И посмотрите, как меняется. Мы все знаем, Светлана Викторовна, у нее есть такой очень красивый график о том, как укорачиваются интервалы между каждой линией химиотерапии. И здесь такая тенденция намечалась, то есть между первой и второй линией эти интервалы были меньше. А вот за счет использования направленного действия при знании, терапии направленного действия при информации, наличии информации о мутации БРС, мы смогли это изменить, и пациентка находится 31 месяц без химиотерапевтического лечения, и в настоящий момент без каких-либо признаков болезни, и живет в нормальной активной жизни. Вопрос в другом. А что, если бы мы знали на момент второй линии терапии о мутационном статусе, да, БРС и статус на момент второй линии? И у нас с вами есть вот тот режим, который мы с вами использовали, это исследование Oceans, карбогем против карбогем био-тузумаб, и вот она верхняя кривая, время беспрогрессирования, медиана составляет 10,5 месяцев, ой, прошу прощения, 12,5 месяцев, против просто химиотерапии 8,5 месяцев, да, приблизительно те же цифры были у нашей больной, у нее около 10,5 месяцев время беспрогрессирования получилось. И вот у нас есть исследование стадии 19, на котором было зарегистрировано Аллопари при платных чувствительных процедивах, да, после химиотерапии, рандомизации. Для всех больных также было преимущество использования парк-ингибитора 8,5 против 4,8 месяцев. А в подгруппе больных, если мы с вами посмотрим на hazard ratio, да, риски, относительные риски снижения рецидивов, то для исследования Oceans это было снижение риска рецидива на 47%, тогда как снижение риска рецидива при использовании парк-ингибитора было выше 65%, а в группе больных с мутацией BRCA, да, медиана составляла 11 месяцев в сравнении с 4, насколько она была больше, и снижение риска прогрессирования на 82%. Ну и мы знаем с вами более интересное исследование, это третья фаза, да, СОЛО-2, где уже непосредственно брались больные с мутацией BRCA, и для этой когорты пациентов, получающих поддержку парк-ингибитором после химиотерапии при платном чувствительном рецидиве, мы видим с вами, что медиана составляет 19 месяцев, да, против 5,5. Таким образом, если мы посмотрим, как мы могли, зная статус мутации, изменить длительность светлого промежутка у нашей пациентки, вот можно увидеть на этом слайде. Вот то, как было у нас 10,5 месяцев, но и то, как было бы, если мы бы использовали парк-ингибитора, в данном случае лопарид, то мы бы в два раза могли выиграть время беспрогрессирования и увеличить у данной больной. Но мы помним, что использовав в любом случае что БЕО, ЦЗМАП, что лопарид, во второй линии у большинства больных возникает рецидив. И, скорее всего, что мы бы все равно, получив 19 месяцев приема лопариба, медиане, мы бы через какое-то время у пациентки все равно регистрировали рецидив заболевания. И тогда у нас встает другой вопрос, идеальный в нынешних условиях. А если бы у нас, мы знали бы тогда, в 2015 году, какой бы у нас был статус мутации Берсей, могли бы перенестись в нынешнее время с нынешними возможностями, а именно использованием парк-ингибиторов в первой линии терапии. Вот смотрите, но мы можем не использовать, да, или использовать БЕО, ЦЗМАП в первой линии терапии. В частности, здесь исследование ГОВ-218, которое показывает, что вот это вот когорта больных, использующих просто химиотерапию, да, у них медиана, времени без прогрессирования 15 месяцев. У больных, которые получают БЕО, ЦЗМАП, это 19,5 месяцев. Это группа больных с мутациями Берсей. Мы видим, что все-таки в большей степени БЕО, ЦЗМАП необходим больным. С отсутствием мутаций, больные с наличием патогенных мутаций Берсей-1, Берсей-2 не имели достоверных преимуществ в пользу использования БЕО, ЦЗМАПа. Поэтому мы все-таки склонны говорить о том, что в первой линии лечения при знании Берсей-1 статусе лучше использовать парк-ингибиторы. И вот действительно, мы все уже много раз видели исследование СОЛ-1. Да, посмотрите, как идут кривые, красиво. На момент того, когда исследование докладывания не достигнута медиана времени без прогрессирования, мы видим, что 3 года проживает 60% больных без признаков прогрессирования, тогда как у больных группы плацерва всего в 3 раза меньше. И мы видим с вами риск, относительный риск прогрессирования. Он составляет хазов трещином 30, то есть на 70% снижается риск прогрессирования при использовании парк-ингибитора. И большое число пациентов, может быть, никогда и не запрогрессирует. И если мы посмотрим на нашу больную, она у нас как раз входит в эту самую идеальную подгруппу для парк-ингибитора, как в исследовании СОЛ-1. Это первичная цитаредукция в полном объеме. Это большинство пациентов в этом исследовании. Если мы посмотрим с вами на поданализ, который они публиковали, это медиана времени без прогрессирования больных с полной первичной цитаредукцией, третьей стадии, как наша пациентка. Посмотрите, медиана времени до прогрессирования не достигнута. Вот это 3 года переживает практически 80% больных без признаков прогрессирования. И вот 4 года около 70. Вот это скоро-скоро подойдет к отметке 5 лет, как у нашей с вами пациентки. И hazard ratio именно для этой популяции составляет 0,29. То есть это говорит о том с вами, что если мы попытаемся перенести на судьбу нашей больной, то если бы мы перенесли аллопарид в первую линию, то ее судьба могла стать такой. То есть первая линия терапии, аллопарид в 24 месяца. И затем вот такое длительное наблюдение с продолжительностью жизни в 5 лет без признаков болезни и возможным излечением от нее. И отсутствием необходимости в проведении вторых, третьих линий терапии, нескольких хирургических этапов и так далее. И при этом преимущество заключается в том, что прием аллопариды 2 года, а не максимально длительно, как перед седией, потому что наша пациентка сейчас пьет намного больше, чем 24 месяца. И у нас отсутствует прогрессирование, высокий шанс излечить нашу больную. И завершающий вопрос. Завершающий вопрос. Вот как бы вы поступили, если бы мы знали с вами наличие мутации BRC-2 у нашей с вами больной с самого начала, когда бы вы рекомендовали назначить поддерживающую терапию аллопаридом после первой линии, после второй или после третьей линии терапии, как в данном случае. Но мы здесь абстрагируемся от реальности, естественно, доступности лекарств на сегодняшний день. А вот ваше желание, на самом деле, посмотрю. Ну вот, да, действительно, сейчас я вам покажу. Большинство проголосовали о том, что после первой линии терапии. Это действительно так, потому что если бы мы начинали лечить больную сейчас, мы бы обязательно старались сделать и секвенирование на первом этапе для того, чтобы назначить патингибиторы уже в первой линии. Таким образом, в заключении хочется сказать, да, что тестирование BRC-2 необходимо на самых первых этапах. Мы должны хирургов мотивировать это делать с вами. Тестирование должно включать методику ПЦР и обязательно геномное секвенирование. Вы видели, как на нашем примере очень сильно меняется тактика лечения и качество жизни больной, вообще ее прогрессирование, да, и светлые промежутки, активный образ жизни, который она ведет сейчас, последние 30 месяцев. Поэтому обязательно помним о том, что если есть такая возможность, понятно, что с секвенированием все сложно, но его надо проводить и стараться это делать, объяснять пациентам. И назначение лопориба рекоплеванного на ранних этапах у больных с мутацией BRC-2 при наличии рака яичника. Так, спасибо большое. Будут ли у нас вопросы? Мне кажется, у нас вопросов нет. Это я не вижу. Да. Будут ли у вас, Светлана Викторовна, вопросы? Ну, если у Светланы Викторовны вопросов не будет, то тогда давайте мы поддадим слово Светлане Викторовне. Да, давайте. Уважаемые коллеги, мы сегодня с Александром Сергеевной решили представить вам тренинг-экрути, и на их примерах разобрать, может быть, уже известные для вас истинные, но лишний раз напомнить не является лечением, правильно? Я тоже представлю функции лечения пациентки. Ну, как всегда, для расслабления вопрос для тех, кто, наверное, сидит на каранте. А какой сегодня день? Воскресенье, среда, вторник или пятница? Хочется сказать, что пятница. Сразу чувствуется, что люди находятся на работе. Итак, пациентка 68 лет, сирозная аденокарцинома именичника, которая получит и дискологическое исследование. Ну, понятно, что пациенты, которые лечились в нашем центре, в онкоцентре, в свое время, 12-й год, в основном мы, как вы видите, представляем случаи рецидива заболевания с 12-го года, потому что интересно, как развивались подходы к лечению, как лечили пациентки, пациентов. И перейдем уже потом на современный этап. Итак, третья стадия, диагноз установлен в 2012 году, в августе семейного анамнеза нет. Была проведена на первом этапе экспертация матрицы с придатками удаления большого стальника. По описанию операции остаточной опыли менее 1 см, то есть в оптимальном объеме. Проведено 6 курсов внутривенной химиотерапии китоксил с карбоплотином. Был отметен полный эффект ОУЗИ и маркер был 7 единиц. Итак, вопрос. Какая дальнейшая тактика ведения пациентов? Наблюдение. Поддерживающая терапия химиотерапии, допустим, после токсил. Поддерживающая терапия гормонотерапии, таргетная терапия биоцезумабом, либо поддерживающая терапия аллопаривом. Так, второй вопрос. А белый цезумаб, у вас имеется в виду, не используя до этого биоцезумаб в химиотерапии, просто переключиться на биоцезумаб. Хорошо. Так, у нас что-то сорвалось. Нет. Нет? А, нет, нормально. Существует, мы не брали наблюдения, но также есть эндокринотерапия биоцезумаба, аллопарив, карбоплотин. Так. Покажите, покажите. Да, показалось. Глаза ли, да? Как раз. Угу. Наблюдение. А ну попробуем разобрать отношения тех слушателей, которые выбрали другие ответы. Ну, как я уже сказала, может быть, мы будем повторяться, напоминать уже известные истины, но мы попробуем рассказать, почему мы выбираем более, выбираем более иные опции. По поводу продолжения курсов химиотерапии. Ну, это старые исследования, которые проводились по сравнению количества курсов химиотерапии. То есть исследования были, которые проводили сравнение 6-12 курсов, 5-8 курсов химиотерапии. Также исследования проводились по остановке, когда оставляют 1 пакетоксил, сравнивали 3 курса, 12 курсов. И, в принципе, это исследование было позитивное, то есть были, наверное, лучшие результаты оживаемости без прогрессирования при использовании 12 курсов пакетоксила. Но не получены различия в продолжительности жизни. И, что особо важно для поддерживающей терапии, была очень высокая токсичность пакетоксила. Поэтому, в принципе, на сегодня поддерживающая терапия химио-препаратами не рекомендуется. Что в отношении гормонотерапии? На сегодня у нас имеется для первой лечения одно исследование при лоу-грейн-сирозных отынокарсиномах, которые после первичной сетредукции и химиотерапии назначали либо наблюдение, либо поддерживающуюся гопинотерапию. И в этом исследовании показаны достоверные лучшие результаты выживаемости без прогрессирования во всей группе больных, хотя различий по продолжительности жизни не было. И у тех пациентов, у которых не было проявлений заболевания с полным эффектом, были достоверные различия по времени без прогрессирования и по продолжительности жизни. Но это были пациенты с лоу-грейн-сирозные от эндопарсиномы. У нашей пациентки... Так, это у меня. У меня... 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 Вместе с кемиотерапией. Поэтому в девушке зима мы понимаем, что не следует назначить. Далее, какая опция на сегодня? Уже Александра Сергеевна говорила, это для мутированных пациентов с хайгрейтирозной аденокарциномой назначается после ответа на платно-содержательную кемиотерапию 2 года поддерживающей терапии аллопарита. Что касается, уже было тоже сказано, что отмечается при данном подходе очень высокий результат выживаемости без прогрессирования при использовании аллопарита. Но в нашей ситуации пациент, у него была сне полуэцетредукция, то есть это вот эти средние результаты выживаемости без прогрессирования, и на тот момент мы не знали статуса берсей. То есть мы предложить пациентке данный препарат в поддерживающем режиме тоже не могли. И теперь вопрос. Надо ли бы было пациентке проводить тестирование на носительство берсей? Это у нас третий вопрос, да? Третий вопрос. Так. Может быть вопрос простой? Все ответили, да. Нескодеференцированная аденокарсинология. Действительно, мы сегодня имеем во всех рекомендациях, и в американских рекомендациях гинекологов, конту-гинекологов, и по рекомендациям тестов. И рекомендации Рульского. Сегодня тестируются все больные сирургами, эндометриозами, аденокарсинолами, высокой степени с локацией. Вне зависимости от семейного анализа, хотя у пациентки его и не было, вне возраста все больные должны тестировать на носительство данной инвентации. Итак, что было дальше с пациенткой? Дальше пациентка была отпущена под наблюдение. Через 5 месяцев от окончания первой меры по данному обследованию патологии никакой не было, но отмечалась повышение маркера в 725. Больная была отпущена, через месяц перестали маркер, он повысился на 129. Жалоб также не было, и данных же патологии по УЗИ не было. То есть схематично можно представить стакт лечения данной пациентки. Итак, вопрос, который встает. Какую тактику ведения пациентки на данный момент мы выберем? Либо наблюдение, либо начало с системной терапии, либо вопрос рассмотреть о повторной цитридруктивной операции. Потому что растет маркер, вероятно, у пациентки будут находки во время операции. Так, выбрали наблюдение, системную терапию и вопрос о повторной цитридруктивной операции. Так, у нас в отношении лечения данной пациентки мнение немного расходится. То есть единогласно никто не выбирает. Что мы выбрали и что у нас имеется в доказательствах. Итак, все вы прекрасно знаете исследование Растина. Не буду повторять все исследования, где исследовали пациентов, начинали лечить системную терапию в зависимости от повышения маркера. И пациентов, которых не обращали внимания на повышение маркеров, а ждали именно клинических симптомов, либо жалоб, либо объективных образований. И в конечном итоге оказалось, что когда начинали лечить пациентов с повышением маркера, и когда начинали лечить пациентов только по объективным признакам заболевания, продолжительность жизни была одинакова. И по результатам этого исследования пришли к выводу, или с тех пор, в принципе, маркер 625 не учитывается в отношении начала химиотерапии. То есть начинается химиотерапия в субъективных методах обследования. Вопрос о повторных циторедукционных операциях. Сегодня у нас имеется одно позитивное исследование о роли повторной циторедукции при первом рецидиве, где на основании предшествующих исследований разработали так называемые агоспор, то есть признаки, которые являются предикторами полной циторедукции. Только в этой ситуации отмечалось лучший результат выживаемости без прогрессирования. Результаты общей выживаемости пока неизвестны. Это выполнение циторедуктивной операции на первом этапе без остаточной опухоли, опух 0, отсутствие осыта и бесплатный интервал более 6 месяцев. То есть наша пациентка, в принципе, в этот интервал не укладывается, но и по данному УЗИ у нас ничего не было обнаружено. Возможно, в данной ситуации можно было предложить, допустим, пациентке ПХТ, но у нас первичная циторедукция была не в полном объеме. То есть вопрос, вероятно, по форме циторедукции рассматривать никто не стал. Что дальше проходило с пациенткой? На самом деле эту пациентку, как вас, в мае 2013 года при повышении маркера начали проводить химиотерапию гимзаром с карбоплатином и с бевоцезумабом в поддерживающем режиме. Тестирование на тот момент не проводилось. На декабрь 2013 года маркер был нормальный, УЗИ без патологии. Уже в феврале 2014 года по УЗИ опять признаков патологии не было отмечено, но отмечалось повышение маркера СЕИ-125. Через месяц пересдали маркер СЕИ-125, также по УЗИ ничего не было, но повысился маркер. Вопрос. Продолжать ли певаться зумаб, если у нас отмечается рост маркера? Пятый вопрос. То есть ответы прекратить или продолжать? Что-то у нас не тот вопрос стал, да? Сейчас. Не тот вопрос поставили. Угу. Так, почти все ответили продолжить, но некоторые ответили и прекратить. Ну, на самом деле, это достаточно сложный вопрос, часто встречаемый в клинической практике. Как в этой ситуации себя вести? Ну, можно схематично представить вот так лечение данной пациентки. Вопрос маркерного роста и лечения беваться зумабом. На самом деле, в исследовании, вот Аурелия, это по изучению платно-резистентных рецидивов беваться зумаба при добавлении к химиотерапии, было показано, что конкордантность между прогрессированием по маркеру и по критерию рецист, она была крайне низкая. И поэтому по выводу данного исследования, при назначении беваться зумаба, следует продолжать лечение, если нет прогрессирования по данным УЗИ или КТ. То есть мы на маркер СИИ-125 не обращаем внимания. И в отношении маркера СИИ-125 на сегодня уже фактически все рекомендации и НССН, и ЭСМА, и рекомендации Русска, уже, вы видите, мало вопроса уделяется вообще маркеру СИИ-125. На сегодня смысл его фактически исчезает. Он возможен, его определение только если была выполнена первичная оптимальная циторедукция, планируется повторная потом циторедукция, возможно повторная циторедукция, то в качестве обследования можно оставить маркер СИИ-125. В отношении таргетной терапии в поддерживающей режиме ранних стадий пограничных опухолей маркер СИИ-125 определять не следует. И в отношении оценки, особенно лечения на беваться зумабе. Итак, больной продолжили лечение беваться зумабом, маркер у него дальше продолжал расти, и через 3 месяца у нас уже были выявлены изменения по УЗИ, метастазы по брюшине, осыт, и также появились жалобы на увеличение живота в объеме. Итак, вопрос, который встает на тот момент. Что мы выберем из комбинации химиотерапии? Платиновую комбинацию или не платиновую комбинацию? У нас получилось, что маркерное прогрессирование через 3 месяца, а прогрессирование по данным обследованиям через 6 месяцев. Так, это у нас шестой вопрос. Не платиновую терапию. Большинство выбрало не платиновую терапию, но выбрали платиновую терапию. Я смотрю, этот случай, он такой неоднозначный, как-то большое количество отвечают по-разному. То есть есть и такие ответы, и такие, и такие. Ну, посмотрим, что мы выбрали. Хочу в этой связи одно исследование напомнить, о котором тоже уже все забыли. Это исследование МИТО-8. Все вы прекрасно помните, что частично платиночувствительный рецидив, он долгое время выделялся, и предлагали для этого рецидива неплатиновую комбинацию. И была такая идея, что неплатиновые комбинации увеличивают искусственно-бесплатиновый интервал, и этим самым возможно увеличить общую выживаемость. В этой связи было запланировано, проведено исследование МИТО-8, как раз с целью которого и явилось посмотреть, действительно ли неплатиновая терапия при этом интервале может, увеличивая интервал, улучшить общую выживаемость. И, как вы видите, рандомизация была на стандартное лечение. При рецидиве частично платиночувствительным назначался платиносодержащий химиотерапия, а потом неплатиновая, либо другой рукав – это неплатиновая химиотерапия, а потом переходили на платиносодержащие режимы. В критерии включения и стратификация пациентов была фактически одинаковая в обоих группах. Единственное, что в исследовании неплатиновые, когда используя неплатиновый режим, использовали в основном монотерапию неплатиновым режимом. И что оказалось? Оказалось, что время без прогрессирования, первое, время без прогрессирования, второе, и продолжительность жизни была фактически одинаковая во всех рукавах, что говорит о том, что все-таки эта концепция не срабатывает, и платиновая терапия, она также эффективна, платиновая комбинация для этого интервала. И если мы посмотрим на консенсус онкогинекологов, который состоялся еще в 2016 году, где уже показано, что платин остается опцией для пациентов, которые не прогрессировали на платиносодержащую химиотерапию, то есть интервал, в принципе, шестимесячный, можно не учитывать. И рекомендации ЭСМА 2018 года, когда они были пересмотрены, то повтор платиновой терапии возможно для пациентов, которые не прогрессировали в течение предшествующей платиновой терапии. То есть уже вот этот шестимесячный интервал, он все больше становится размытым, хотя вот таких четких рекомендаций по интервалу уже нет в последних рекомендациях. Итак, пациентке проведено 8 курсов химиотерапии липосомальным доксорубицином с карбоплатином. После 6 курсов отмечен полный эффект по УЗИ и по маркеру. Прогрессирование отметилось через 11 месяцев после последней платинно-содержащей химиотерапии в виде плеврита, метастазов по брюшине больших размеров и роста маркеров. То есть интервал без прогрессирования составил у нас 11 месяцев. И тогда наступило прогрессирование заболевания. Это уже 2 линии получили по поводу платино-чувствительного рецидива, и у нас наступил 3-й платино-чувствительный рецидив. Вот и только на тот момент, это на момент 2015 года, когда уже стало доступно тестирование, провели тестирование и выявили мутацию версии 1 у пациентки. Но изменило ли это тактику увеличения больной? Итак, какое лечение на сегодня вы выберете? Уже обнаружена мутация, и у нас 3-й платино-чувствительный рецидив 11 месяцев. Платино-содержащую химиотерапию, платино-содержащую химиотерапию с бевоцезумабом, платино-содержащую неплатиновую химиотерапию и салапарибом. Так, все выбрали платино-содержащую салапарибом. Что мы назначили больной? Сейчас посмотрим. Итак, опять платино-чувствительный рецидив. Стандарты, которые мы имеем до сих пор для этого рецидива, это платино-содержащие режимы. Мы уже выявили, что больная с мутацией берсей. При мутации берсей у нас высокая чувствительность к платиновым препаратам уже доказана во многих исследованиях и при платино-чувствительных и платино-резистентных рецидивах. По поводу бевоцезумаба. Мы уже сегодня говорили про действие бевоцезумаба при мутации берсей. К сожалению, у нас такая стратификация и такой подгрупповой анализ был только в исследовании ГОК-218, где было показано, что в принципе бевоцезумаб не улучшает результаты лечения у пациентов с мутацией берсей-1. То есть есть небольшое улучшение выживаемости беспрогрессирования, но достоверных различий нет. То есть бевоцезумаб мы не назначим. И мы сегодня упоминали об исследовании в 19-м. То есть капсулы – это сегодня наши реалии. Мы имеем пока только капсулы в препарате. И в исследовании в 19-м было показано достоверное улучшение выживаемости беспрогрессирования почти на 7 месяцев. Именно в группе больных с мутацией берсей при плате на чувствительном рецидиве. И очень важно, что в этом исследовании показано увеличение времени и до первой последующей, и до второй последующей терапии. При том, как вы видите, поступая так, то есть давая в поддерживающем режиме данный препарат, мы можем обойтись без нескольких линий химиотерапии. Но пациентку начали лечить ринотеканом с эсплатином, с бевоцузумабом. Далее бевоцузумаб в поддержке. Назначали до 2016 года. И только в апреле 2017 года было выявлено прогрессирование заболеваний, то есть опять через 12 месяцев после окончания последней бесплатиновой терапии в виде метастазов по брюшине, забрюшинной лимфоузлы, забрюшинной и в правой подмышечной лимфоузел, который был верифицирован и было там достоверно доказано, что это метастаз серозной аденокарциномы яичников. То есть фактически у нас четвертый рецидив, четвертый платно-чувствительный рецидив. В этой ситуации провели 4 курса химиотерапии по клитоксил с карбоплотином, с частичным эффектом, но далее химиотерапии провести не удавалось, потому что больной отмечалась анемия второй степени. И вопрос, который сегодня может встать, это можно ли назначать аллопориб после 4 курсов химиотерапии и прианемии второй степени? Да, почти все ответили «да». Двое ответили «нет». Ну, посмотрим, как в этой ситуации себя вести и как мы повели. Итак, конечно, аллопориб на сегодня зарегистрирован для оплатина чувствительного рецидива рака яичников, при том, без разницы, какой по счету рецидив, при низкодифференцированной серозной аденокарциномии с горминальной соматической мутацией. В отношении 4 курсов химиотерапии начала аллопориба. В действительности, по дизайну исследований 19-го, нужно было каждые 2 курса обследовать пациентку. Если подтверждался частичный полный эффект, то возможно назначение в интервале не более чем 8 недель от окончания химиотерапии, аллопориб. То есть через 4 курса можно было начинать аллопориб. Но в отношении анемии второй степени. Также, если посмотреть дизайн исследований 19-го, то начало терапии аллопориба, конечно, оно должно было начаться не позднее 8 недель от окончания химиотерапии. Но все-таки в условиях восстановления от токсичности от химиотерапии, либо если у нас токсичность гематологическая в норме или в районе первой степени. Если же гематологическая токсичность сохраняется, то аллопориб назначать нельзя. Нужно дожидаться до первой степени восстановления токсичности. Итак, мы назначили пациентке аллопориб. У нее частичный эффект. Бесплатиновый интервал 11 месяцев. То есть, в принципе, во всей этой группе по исследованию 19-му были достоверно лучшие результаты именно при назначении аллопориба в поддерживающем режиме. И если посмотреть на долго живущих пациенток, которые принимали аллопориб 5 лет и более, то, в принципе, были долгоживущие пациентки, которые получали 3-4, более 5 линий терапии. То есть, у нашей пациентка после четвертой линии химиотерапии получала аллопориб. То есть, в принципе, конечно, можно назначать. Но мы видим в отношении данной пациентки, что, в принципе, уже возможно высокая токсичность быть, так как больная получала много линий терапии. Но в отношении аллопориба токсичность у долгоживущих пациенток она была такая же, как и у пациентов после первого-второго рецидива и не превышала общепопуляционные. И для назначения терапии пациентов по исследованию в 19-м также очень важным фактором является увеличение времени до первой последующей терапии у пациентов с мутацией. То есть, 23% пациенток с ремиссией было с ремиссией более 5 лет. Итак, пациентка наша получала еще линпарзу в течение 9 месяцев. Далее она запрогрессировала. У нее была еще одна линия химиотерапии. Она умерла в декабре 2018 года. Итак, мы видим, что больная у нас получила 4 линии химиотерапии. Всегда по поводу платно-чувствительного рецидива. Рецидива линпарзу она получала уже после 4 линии терапии, то есть уже в позднем рецидиве. Мы поздно узнали о мутации Берсей. Если бы мы выявили мутацию при первом платно-чувствительном рецидиве, то в данной ситуации, во-первых, мы могли бы увеличить использование лопатного пакода. Линия времени до второй линии терапии, до второго прогрессирования на более чем 9 месяцев и до последующей еще терапии на 8-6 месяцев. То есть фактически, если бы мы более рано назначили данный препарат, то мы могли бы не проводить, освободить больной от двух линий высоко токсичной химиотерапии. И про первую линию лечения. На сегодня мы уже имеем аллопориб в первой линии лечения. Уже мы сегодня говорили, что, конечно, колоссальные результаты. До сих пор не достигнута медиана выживаемости без прогрессирования. Явно она будет очень высокой. Это видно по расхождению кривых. И если бы мы знали мутации пациентки на первом этапе, то есть в течение первой линии лечения, и назначили бы препарат поддержки после первой линии лечения, то, возможно, больная бы все четыре линии терапии и не получала. Она бы получала аллопориб в поддерживающем режиме и была бы жива до настоящего момента. Итак, благодарю за внимание. Мы сегодня с Александром Сергеевной вам решили представить свои случаи лечения пациентки и немного, может быть, напомнить старые истины или старые исследования, которые, возможно, вам помогут в клинической практике. Спасибо большое. Очень хорошо. Светлана Викторовна, у нас будут вопросы. У меня будет к вам вопрос. Можно, вот, у меня два вопроса по клиническому случаю. Скажите мне, пожалуйста, на момент начала аллопориба, как я уже говорила, у нее уже было восемь и девять. Я помню, я помню, или я ошибаюсь, что мы можем начинать дело по клинической практике. Мы начали, это грань такая была. Больше девяти в первый раз. Она закончила, и ей не могли поднять ему головину. У нее было в районе семи. Вот. И три недели фактически, ну, две-три недели поднимали, до восемь и девяти на этих показателях начали. То есть, по идее, это все с восьми до десяти, это все вторая степень, но в смысле девяти начинаем. Дальше уже, соответственно, смотрим. Все, поняла. Скажите мне, пожалуйста, а почему было восемь курсов? А там был продолженный эффект, он, видимо, накапливался. Они счастливы. Поэтому решили продолжить еще. Продолженный эффект был. Понятно. Хорошо, спасибо. Светлана Викторовна, но тут вообще, когда вы читали, была большая дискуссия. Сейчас я вам расскажу. Так, ну, про клинический случай в конце. Давайте вначале вернемся. Вот, по поводу маркера. Значит, в переразуборе второго случая. Не кажется ли вам, что при росте СЕ-125 нецелесообразно продолжать биваться зума? Все равно через три месяца рецидив, значит, плохо искали и только продлили время? Правильно, правильно. Коллега отвечает. Время и на самом деле продлили только в плюс. Ну, сейчас на фоне лечения идет подъем маркера, и, ну, приходится много консультировать. И действительно, люди, многие специалисты меняют химиотерапию на повышение маркера. И даже много, вот, консультируешь пациентов, я смотрю иногда, на фоне подъема маркера, допустим, в течение года у больной по УЗИ ничего нет, но она успевает за год четыре линии химиотерапии сменить. Ну, зачем это делать? Это говорит о том, что лучше не брать маркер вообще, и тогда проблем не будет. Вот этот вопрос я не очень понимаю. Есть ли исследование назначения аллопарива после токсанов? Ну, это, наверное, имеет в виду монотерапии токсанов. Я не очень понимаю, что здесь, конечно, не имею в виду. Ну, здесь подлежащаяся монотерапия. Нет, я говорю, они, наверное, имеют в виду, что только токсаны бесплатные, может быть. Что, что? Не было. Ну, да, у нас таких исследований... Может возникнуть такой вопрос. Иногда, допустим, бывают пациентки, ну, при плате на чувствительном рецидиве, да, когда в силу почечной недостаточности, вот была у меня одна такая пациентка, у нее была почечная недостаточность, связанная с гломеролонефритом. Притом очень высокий креатинин, клеренс в районе... Высокий креатинин, но клеренс, правда, был в районе 50, да. Проводили, допустим, один паклитоксил. Был хороший эффект, даже частичный эффект. Вот в такой ситуации назначать или назначать аллопарив, вот, наверное, вопрос какой может стать. Но, слава богу, таких больных мало. Ну, там просто бывает, что специалисты... Но если клеренс 50, почему не назначать карбоплотин? У нас есть интересная больная, которая... У нее хроническая почечная недостаточность, и у нее, условно, почки вообще не работают, она на гемодиализе. Мы ее прооперировали, мы ей провели 3 курса, 4 курса, потом хирурги ее прооперировали, потом мы провели оставшиеся курсы и выявили, что у нее мутация версии, при том, что она ездила каждый... Она в неделе 3 гемодиализа делает. То есть мы ее с цисплатином довольно с эффектом пролечили. Вопрос заключался в назначении аллопариды. У нас было очень много консультаций, но его надо назначать. Вопрос заключался в каком дозировании. И она начала принимать, по-моему, через день препарат, потому что, чтобы концентрация не повышалась, и сопоставимо это было с гемодиализами. Вот посмотрим, чем дело кончится. Так, дальше у нас такой вопрос. Раньше, 10-15 лет назад, но все опять про маркер. О повышении СИС-125 назначали химиотерапию. Вы как раз это и обсуждали, Слава Викторовна. Сейчас подходы поменялись. Не надо, да. Можно поступить неоднозначно, надо обсуждать консилиум. Наверное, обсуждать не нужно, Слава Викторовна уже все рассказала. Да, просто можно на него не ориентироваться. Так, а, все, про паклитоксал, я поняла. Ну, вот здесь вот как раз к вопросу касательно токсанов. Если была платина с токсанами, вы заметили ответ, а потом у вас случилась аллергическая реакция, тут у коллеги аллергическая реакция на платины, продолжили дальше токсаны. Ведь можем назначить аллопарид? Да. Так, вот тут коллега только что спрашивает, можно ли... Ну, 8,5 маловато. 8,9 – это что-то приблизили к глинецей, потому что больная уже две недели ждала. 8,5 мы не назначаем? На 8,5 не дадут. На 7 дадут. У вас есть два варианта, это либо гемотрансфузия. Начинаем. Ну, мало ли. Либо, да, выждать какой-то... У вас есть 8 недель для того, чтобы начать. Так, и еще у нас есть по клиническим случаям. Так, клинический случай. Рак яичников 4 стадия, это 3C0M1, плеврит, видимо, за счет плеврита, асцит. Три курса неодевантной химиотерапии, плеврит ушел, асцит 8 литров, видимо, остается. Вот, ну, здесь, видимо, больше к хирургу. Ну, а зачем лапароскопию? Я так поняла, что, наверное, по данному обследованию вообще наблюдается стабилизация, а плеврит ушел, да, а асцит еще остался. Я думаю, надо все равно оперировать пациентку. Все равно. Лапароскопия. Значит, с каждым... У вас еще есть возможность еще 4 курс провести, а дальше уже край. Дальше надо оперировать, и все, ладая женщина с ней. Эксептомия, гранулезоклеточная опухоль. Да, ну, у нас еще вопрос, наверное, гранулезоклеточная опухоль. Нерадикальные операции, следовательная операция, плюс химиотерапия. Ну, честно говоря, вот буквально до нашего доклада, мы сейчас с Константином Юрьевичем обсуждали одну пациентку, у которой нашли гранулезоклеточную во время родок опухоль. И нерадикальная операция была только в виде резекции яичника. Потом пришла гранулезоклеточная опухоль, и там была большая киста, там в районе 20 сантиметров, и все это извелось. Понятно, не делали никакую стадирующую, никакого сальника, ничего. Конечно, лучше все-таки молодые женщины, особенно, лучше взять на повторную операцию. Вот, да. Это часто, потому что случайно там находят гранулезоклеточный опухоль. Потому что химиотерапия, она не справит, если операция была нерадикальная. Я согласна. Так, по-моему, все. Вообще, спасибо, очень активно все подключились с вопросами. Спасибо. Спасибо огромное. Слава Николаевна, спасибо вам большое. Опять в карантин дома. Всем хорошего дня, вечера, ближайших майских праздников. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. До свидания. Вы тоже берегите себя. Спасибо. Дорогите, да, дорогите себя.